Россия действует наглостью и нахрапом, надеясь, видимо, таким образом снискать какое-то уважение или боязнь со стороны стран, в отношении которых она так поступает. Речь идет о Грузии, Украине, Молдове, Азербайджане, Армении. Во всех этих странах Россия развязала войны, устроила территориальные конфликты, убивала людей и таким образом пыталась потом внедриться туда как мифический какой-то посредник, хотя она была непосредственным участником и более того агрессором во всех случаях этих конфликтов. Ну, может быть, кроме армяно-азербайджанского, но там они его просто, они не шли напрямую как агрессоры, они его просто подогревали всеми силами и фибрами своей души. Что же касается Грузии, Молдовы, Украины, Россия является агрессором, Россия начала эти конфликты, Россия вводила туда войска, а теперь потерпела полный крах по всем государствам, ну и перечисленным. Грузия вообще не имеет с ней дипломатических отношений как результат и является полностью враждебной страной, причем вот эта вот враждебность, она не со стороны Грузии, она со стороны России, это понятно, виновата только Россия. Украина, то же самое, после нападения России в 2014 году на Украину, сами понимаете, какие отношения, началась гибридная война, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами Украина смотрит на Россию как на чумную. Ну Молдова, с Молдовой все началось, там понятно, что в 92 году, легко уже в 91, если я так не ошибаюсь, Россия напала на Молдову и начала и там войну. Короче говоря, сейчас вся вот эта политика, когда Россия силой пыталась навязать свою дружбу в кавычках всем странам вокруг себя, полностью провалилась. Все государства от нее отвернулись и смотрят в сторону НАТО. И сейчас, например, Украина, Грузия и Молдова подписали договор о том, что они вместе будут добиваться ПДЧ плана действий по членству в НАТО. И в принципе это абсолютно нормально принимается сообществом европейским, странами НАТО. Тем паче, что в Германии сейчас на носу выборы, а Германия это и решающая, скажем так, сила со стороны Европы в НАТО. И там приходят сейчас, по всем вопросам приходят класть именно те силы, которые выступают за членство как Украины, так Грузии, так и Молдовы, в Североатлантическом альянсе. Ну, замечательно, немножко подождем, вступим в НАТО. Продолжение следует...